Девушки отдыхают Кинохроники, снятых в 1938 году в Мюнхене. Начинайте, пожалуйста. На этих кадрах лидеры четырех государств. Британия Чемберлен, Франция Деладье, Германия Гитлер и Италия Муссолини. Они ставят свои подписи по так называемым Мюнхенским соглашениям. Подписывает Гитлер, подписывает Чемберлен. Подписывает Муссолини. Подписывает Деладье. Они думали тогда, что они подписывают мир. На самом деле они открыли ящик Пандоры для самой страшной войны в истории человечества. Мюнхенские соглашения стали прологом для Второй мировой войны. 70 миллионов жизней она забрала. Фюрербау или Дом фюрера. Именно в этом здании, сохранившемся до наших дней, была полностью разрушена и без того шатка на тот момент система европейской и мировой безопасности. С тех времен прошел почти век. Но до сих пор это историческое событие волнует живущих сегодня людей. Почему и в чем тайна и глубокий смысл Мюнхенских соглашений, мы расскажем о в нашем фильме. 1938 год. Европа. До 1 сентября 1939 года остается 12 месяцев. В Германии вот уже 5 лет царил нацистский режим. Адольф Гитлер, будучи избранным канцлером Германии, подарил немецкому народу химеру национального реванша. В Первой мировой войне Германия проиграла. У нее были отобраны наиболее важные стратегические территории. В Германии были навязаны унизительные условия. Германия должна была выплачивать 30 миллиардов долларов. Это огромная по тем временам сумма. Конечно, были оторваны территории. Элизас-Лотаринге, демилитаризованная Ринская область. Германия потеряла большие территории на востоке, которые отошли Польшей. Естественно, Германии не могли не возникнуть реваншистские настроения. На этой волне стали приходить различные националисты, выступления. И Гитлер стал как раз тогда возвышаться, устроил мюнхенский путь, стал лидером национал-социалистической партии. Получил уже, скажем так, большое влияние на массы. Массовость этого движения на волне реваншизма подняла как раз вот эту мутную пену, которая и раньше в Германии, в принципе, была полна национализма. Но теперь она приобрела уже другой оттенок – расовый. Никогда еще урегулирование после войны не проходило с такой жесткостью в отношении побежденного. «Ve victis» – «горе побежденным» – это языческий принцип, который применен. Причем немцы верили свято от Карла Каутского до, так сказать, бывших министров Кайзеровской Германии в достаточно мягкое урегулирование, потому что они были потрясены и соблазнены 14 пунктами американского президента Вудра Вильсона, где мир без аннексии, контрибуции и так далее, и так далее. И поэтому они были потом в шоке просто. И родился вот этот языческий всплеск. Оказалось, легче всего объединить атомизированное сообщество, идеи супергосударства, превосходства и так далее. Другая сторона вопроса заключалась в широкой социальной программе, которую декларировал Гитлер. Недаром партия нацистов называлась национал-социалистическая. Фактически речь шла о преодолении безработицы, о преодолении того экономического коллапса, в который попала Германия к концу Первой мировой войны, в котором она пребывала в 20-е и 30-е годы. Для немцев, настрадавшихся в войну и в послевоенный период, это были очень аппетитные ожидания. Именно это и сделало его популярным лидером нации, фюрером нации. Германская армия была сведена до ста-тысячной группировки. Ей нельзя было иметь много самолетов и танков. Немцы чувствовали себя по итогам Первой мировой униженными и оскорбленными. И большинство хотело реванша. В истории так бывает, когда зерна нацизма падают на подготовленную почву. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, после Первой мировой в Европе произошли кардинальные изменения. Одни государства исчезли, другие родились заново. Вместо Германской империи возникла Германская республика в усеченном варианте. На месте австро-венгерской монархии образовалось несколько независимых государств. Австрия, Венгрия, Чехословакия. Добрую часть населения Чехословакии составляли немецкоговорящие граждане этой новой страны, которые населяли и населяют Судетскую область. Около трех миллионов немцев проживало там на момент Мюнхена. В Чехословакии население примерно 13,5 миллионов человек, из которых титульные нации Чехии и Словакии – это 8 миллионов 800 тысяч. Соответственно, более третье население в процентном отношении – это представители других национальностей. Самая крупная по численности – это немцы. Три и два, как я уже говорил, миллиона человек. Немцы, они проживали компактно на западной части Чехословакии, прежде всего в Судетской области. Их настроения, они были оппозиционные по отношению к Праге официальной. Естественно, большинство этих самых немцев, проживавших в Судетах, с симпатией относились к родине матери, к Германии. В те годы существовала такая судетская немецкая партия во главе с Конрадом Генлейном, который публично выступал с требованием предоставления судетским немцам национальной автономии и добивался изменения во внешней политике Чехословакии. Гитлер делал ставку на эту партию и ее лидера. В планах фюрера было захватить не только Судеты, но и всю Чехословакию, поскольку эта страна обладала развитым военно-промышленным комплексом и гигантскими запасами вооружения. А это было очень нужно для будущей войны. Вся Версальская система, которая сложилась по итогам Первой мировой, затрещала по швам. Германия Гитлера отказалась выплачивать репарации, а затем взяла под контроль Саарскую область, которая была под управлением Лиги наций. Газета «Мюнхенер Цайтук». Теперь мы отобрали Саарскую область. Мы отберем и Эльза Салатарингио, и Дансингский коридор, и Мемельскую область, и Немецкую Чехию. Потом настала очередь Рейнской демилитаризованной зоны. Ни одна из стран, которые победили Германию в Первой мировой войне, не сделали ничего, чтобы остановить Гитлера. Реваншизм стал главной визитной карточкой той фашистской Германии. В марте 1938 года Гитлер объявил аншлюз Австрии. Тем более, что диктатор был уроженцем этой страны. Премьер-министр Великобритании Невил Чемберлен в феврале 1938-го прямо заявил, что Австрия не может рассчитывать на поддержку Лиги наций. С 11 на 12 марта германские войска вступили на территорию Австрии. 10 апреля 1938-го состоялся референдум, и австрийцы поддержали аншлюз. 99% за. Почему ни Англия, ни Франция, тогда супердержавы и гаранты мира не выступили против жажущей новых территорий Германии? За пару лет до аншлюза Австрии наше ведомство внешней разрядки в 90-е годы опубликовало, рассекретило документ, я его прочла, полная запись беседы лорда Саймона с Гитлером во дворце канцлера в Берлине. Из беседы Адольфа Гитлера и лорда Джона Олсбрука Саймона. Мне хотелось бы услышать ваше мнение касательно австрийского вопроса, лорд Саймон. Мое правительство, которое я здесь представляю, предпочло бы видеть Австрию независимым государством. Однако мы не можем относиться к Австрии так же, как, например, к Бельгии, которая находится в непосредственном соседстве с нами. Гитлер даже вскочил, пожал руки и поблагодарил за столь лояльное отношение. Вот когда потом говорят про Пакт Молотова-Риббентропа, чем прагматизм или, если угодно, цинизм Сталина, который пожертвовал, так сказать, Польшей, ради того, чтобы отвести неизбежный удар, задержать его от своей страны, да еще при этом восстановить территории Российской империи, утраченной только в силу, так сказать, революции и так далее, от цинизма лорда Саймона, который говорит Австрию, берите, вот Бельгию не трогайте, она в непосредственном соседстве находится с нами. 19 и 20 ноября 1937 года состоялись секретные переговоры лорда Эдуарда Галифакса сначала с фюрером Третьего рейха Гитлером, а затем с нацистом номер два Германом Герингом. Итоги переговоров удовлетворили Гитлера. Англия не возражала против устремления нацистов в отношении Австрии, Чехословакии и Данцига. Это подтверждают документы архива Foreign Office британского министерства иностранных дел. Цель, к которой стремился английский премьер Чемберлен, осуществилась. Есть прямой контакт с Гитлером. Тогдашние руководители Англии и Франции понимали прекрасно, что Гитлер нацелен на масштабную экспансию. Вопрос был лишь в том, куда эта экспансия повернет. Первый вариант, она повернет на Запад прежде всего, потому что между Германией и Францией были традиционные многовековые противоречия. А второй вариант, Германия повернет на Восток. Естественно, политикам Запада было выгодно, чтобы Гитлер повернул на Восток, чтобы он занялся так же самой Чехословакией, потом Польшей, потом Советским Союзом, которому со стороны либерального Запада была вообще полная идиосинкразия. Собственно говоря, Мюнхенский сговор – это попытка договориться с Гитлером о том, что он поворачивает на Восток и тем самым гарантирует страны западных демократий от войны. Мюнхен был все ближе и ближе. Два европейских лидера, два опытных политика, британский премьер Чемберлен и французский Геладье своими благими намерениями выслали дорогу в ад Второй мировой войны. Интересно, понимали ли они, что за их подписями на этих документах будут стоять не тысячи, а миллионы и миллионы жертв крововой бойни, которая разразится 1 сентября 1939 года? Что произошло в Мюнхене? 29-го шло совещание, обговаривание. Чехословаков сами их не пригласили. То есть, как это можно? Делят страну, разрывают страну. А представителей этой страны как раз, Чехословатии, нет на этой конференции, нет и Советского Союза. Чемберлен до Ладье уступали. Битлер настаивал, да, Муссолини его поддерживал. Что решили? То, что Чехословакия в десятидневный срок отдает Судетскую область Германии, выводит оттуда все войска, всю промышленность оставляет, население оставляет. Ну, кто потом хочет уехать, пускай уезжает, да? Ну, без имущества. В результате такого политического рэкета Чехословакия должна была потерять одну пятую своей территории, одну четвертую населения, более половины тяжелой промышленности. Заводы Шкода, военные предприятия, самолеты, авиационные моторы и оружие, которое было у чехословатской армии, все это в результате договора должно было отойти в собственность Германии. Чехословаки в буквальном смысле разрывали на части. Когда Чехословакия это предписали, отдать Гитлеру территорию, вот наш посол Майский в Лондоне тогда был, он встретился с чехословацким послом, вот когда посол Чехский вошел к Майскому, он бросился ему на грудь и разрыдался. Это потрясающий дипломат, да? Бросаясь на грудь другому дипломату и рыдая, да? И потом Чехословак, он говорит о том, что что они наделали, что они натворили, да? Майский как мог успокаивал его, да? Ну что он мог сделать в этих условиях? То есть Советский Союз опять выбросили из этих международных отношений и фактически, да, игнорировали любую его позицию. Президент Чехословакии Эдвард Бенеш все это время находился под жесточайшим давлением со стороны немецких, французских и английских дипломатов в Праге. Такого беспрецедентного и наглого шантажа история дипломатии и международных отношений еще не знала. Там доходило до того, что в ночь 21-22 сентября английские и французские посланники несколько раз приходили к Бенешу и требовали, что Бенеш пошел на требования Германии и отдал, собственно говоря, Судетскую область. Еще один принципиальный момент. Когда англичане и французы грубо давили на Прагу, требуя пойти на соглашение с Германией и отдать Судета, они в виде пряника перед носом Бенеша крутили так называемыми гарантиями. Все было понятно, отдаст западную часть, страна уязвима со всех сторон. Одной из главных причин, почему Эдвард Бенеш все-таки пошел на политические уступки, было его желание сохранить титульное ядро нации, Чехов и Словаков, компактно проживающих в Моравии, Богемии и Словакии. Судеты были немецкими и удержать их шансов не было. Однако Бенеш надеялся, что Франция и Англия не дадут ему потерять все остальное. Де Ладье и Чемберлен гарантировали ему, что кроме Судетов Германия больше ни на что не претендует. Гитлер тоже тогда давал такие гарантии. Чем бы не дать? И Муссолини присоединился. Это было подписано там же, в том же соглашении, отдельным пунктом, тоже 29-го числа. Ну, просто мы знаем, что как пошли события в дальнейшем. Не прошло и полугода, как в середине марта 1939 года Гитлер ввел войска в Прагу. Гарантии оказались липовыми. Мюнхенский сговор был чудовищным по своему цинизму. Если прочесть его положение, то, как Фалин в свое время Валентин Михайлович знатока охарактеризовал, там налицо обуздание не агрессора, а жертвы. Не смей вывозить промышленные мощности. Ничего. Все оставь как есть. Под предлогом. А Польша как повела себя? Она, по признанию всех исследователей, была очень обижена, что ее не пригласили пятым участником. Ведь даже Черчилль тогда характеризовал поведение Польши как поведение гиены, которая за крупными хищниками пытается урвать себе часть оставшихся богатств. Невил Чемберлен из семи потомственных английских политиков. Его старший брат Остин в 20-е годы возглавлял МИД Великобритании и был ярым противником СССР. Кстати, в нашей истории с тех времен осталась знаменитая фраза, вернее, лозунг «Наш ответ Чемберлену». Это как раз ему, Остину, его брату, был ответ советского народа. Брат Остина, Невил, был бизнесменом, потом министром здравоохранения, потом канцлером казначейства. А 28 мая 1937 года король Георг VI подписал указ о назначении Невилла Чемберлена, лидера партии консерваторов, премьер-министром. Знаменитые кадры в лондонском аэропорту, когда после мюнхенского сговора Чемберлен возвращается в Англию. Его первая фраза осталась в истории. «Я привез мир для целого поколения». На мой взгляд, это достаточно отвратительный такой концерт, такая демонстрация максимального в чистом виде цинизма и неблагородства. Чемберлен, я видела эти старые хроники, как он говорит, как он потом возвращается и говорит, что он привез мир. Вот по лицу видно, не веришь ни одному слову, ни одной эмоции. Вот Черчиллю веришь даже, со своеобразной внешностью, который откровенно говорит, меняет свои взгляды. Вот здесь не веришь ни одному слову буквально. И, конечно, вот мы еще в ГИМО изучали, на вилле «Леди Астер» собиралась вот такая сугубо, я бы сказала, прогерманская часть британской элиты, которая формировала вот любые прожекты, выходы из ситуации, которые всегда исключали какое-либо сотрудничество с Советским Союзом. Но менее чем через год, 3 сентября 1939 года, он же подписал акт об объявлении Великобритании войны Германии. Несмотря на провал политики умиротворения агрессора, Чемберлен еще некоторое время возглавлял правительство. В итоге 10 мая 1940 года Германия вторглась в Бельгию и Голландию, что позволило ей в дальнейшем разгромить Францию. В этот же день Чемберлен покинул свой пост. Его место занял Уинстон Черчилль, инициировавший более активные действия против нацистов. 9 ноября 1940 года Невил Чемберлен скончался от рака кишечника. Французский премьер Эдуард Деладье трижды возглавлял правительство Франции. За свою осторожную и неуверенную политику французы его прозвали «бык из Ваклюза», а советский полпред в Париже Яков Сурец говорил, что Деладье слаб и нерешителен. Но лучшую характеристику своему коллеге дал Чемберлен. Он дал прозвище французскому премьеру «бык с рогами улитки». С такими людьми, жаждущему новых территорий и крови Гитлеру, было иметь дело очень комфортно. 3 сентября 1939 года Франция объявила войну Германию. Судьба Деладье была более драматична, чем Чемберлена. В марте 1940 года он подал в отставку. Пытался спрятаться от гитлеровских войск в Марокко, но был схвачен и в 1943-м отправлен в Германию. Пережил немецкую тюрьму. Даже занимал в 1953 году пост мэра Авеньона. Но в истории так и остался, как соглашатель с Гитлером. Вот когда свершился Мюнхен, американский посол в Испании того времени писал в Госдепартамент. Вот Мюнхенский мир за один день свел Францию до положения жалкой второсортной европейской державы. А Англия нанес такой дар, который она не получала 200 лет. За подобный мир в прошлом бы Деладье казнили бы на гильотине, а Чемберлена упекли бы в таву. Вот как относились нормальные резонные люди, которые мыслили, да, вот к Мюнхенскому сбору. Когда занимаешься историческими фильмами и расследованиями, понять то время, атмосферу той навсегда ушедшей от нас эпохи, почувствовать тот накал, те эмоции, которые переживали в то время люди, которые принимали те или иные ответственные решения, можно с помощью газет и карикатур. А вот журнал «Крокодил» от 1938 года. Вообще, советская карикатура – это особый вид искусства и вообще журналистики. «Крокодил» – 1938 год. Открываем закладочку и смотрим. Европейский дом. Такая некая избушка на трёх ножках. Чемберлен, английский пример, деладья французский. Премьер Гитлер, который пилит одну из ног. Называется она «Судетская область». Именно Гитлер тогда отобрал «Судеты» у Чехословакии при попустительстве Англии и Франции. И надпись «Чемберлен». «Послушайте, поосторожней там, отпиливайте только кусочек, иначе нарушится европейское равновесие». Здесь изображён Гитлер в ресторане. Тоже многое объясняет. «Приятные гости» называется картинка. «Там пришли Чемберлен и деладье», – докладывает фашистский адъютант. «Пусть войдут. От их присутствия мой аппетит только усиливается», – говорит фюрер. Эта картина очень здорово объясняет, что Гитлер нашёл в лице Чемберлена и деладье своих союзников, которые отдали ему на сидение в Чехословакии. Или вот ещё одна картинка, тоже интересная, которая объясняет уже, что творилось в мире, как война заходила в каждый дом. Такая вот печь. Опять главные герои Чемберлена и деладье, которые подкидывают в печь людей из Абиссинии, Китая, Испании, Австрии, Чехословакии. Эти страны стали жертвами фашистских режимов. Такая советская карикатура многое объясняла нашим людям о том, что творится в мире. И, кстати, объяснял очень ёмко и точно. Картинка со смыслом. Мюнхенский сговор. Огромная собака в фашистской фуражке с усиками и клыками. Образ гитлеровской Германии. Француз и англичанин символизируют деладея Чемберлена. На блюде преподносят этому зверю Чехословакию. Надпись на флажке «На восток». Ну и на заднем плане, конечно, стоят кугловоды. Американский капитал. Не правительство США, а именно американский капитал. Очень интересная деталь. Был доклад Рузвельта кабинету. А перед этим обсужденный с посланником кабинета, значит, Ренсименом из Британии. Оказался тоже полностью доклад достоянием советской разведки. Там Рузвельт говорит о позиции США в грядущей войне. Прямым текстом написано. Если война возникнет, в первую очередь, между демократиями и Гитлером, то Америка вступит в войну. Если же война начнется между Германией и Советской Россией, то сохранит нейтралитет. Конечно, если начнутся изменения структурного порядка, то тогда уже она вмешается, при условии, если западные европейские страны тоже вмешаются. А вообще действия политиков того времени можно сравнить с не совсем умными и склочными обывателями, которые пытаются натравить собаку на соседа. Однако в этом случае получилось, что бешеный зверь сначала сожрал подачку в виде целой страны, а потом набросился сперва на тех, кто его натравливал на других. Почему так действовали правительства Франции и Великобритании? В чем был смысл всей этой страшной и глупой политики? Из беседы Адольфа Гитлера и лорда Джона Олсбрука Саймона. СССР – это не страна, а сосуд с чумными бациллами. Я опасаюсь отношений с ними куда больше, нежели отношений с другими странами, с той же Францией. Большевизм – это их внутреннее дело. Но как бы мы с вами к ним ни относились, у них есть некоторое влияние. И это меня печалит. В любом своем опличье огромная, сильная и независимая Россия – это некая помеха для любых геополитических прожектов. Разумеется, западным демократиям было выгодно, чтобы Гитлер направил свои войска, свою энергию, вот эту негативную, разрушительную, не в их направлении, а в направлении прямо противоположном. Тем более, что прямо противоположное направление – это Советский Союз, который был далек от Запада еще идеологически. В этом смысле Запад, конечно, западной демократии, конечно, играли на руку Гитлеру. Но они играли на руку Гитлеру, а Гитлер их вообще использовал. Он использовал ресурсы Запада и финансовые, прежде всего, для того, чтобы нарастить мускулы. Как только он нарастил эти мускулы, он стал смотреть на западные демократии, так как он о них действительно и думал. Он их в глубине души своей презирал. Потому что все гитлеровские завоевания второй половины 30-х годов, если брать там, да, и введение войск в Рейнскую демилитаризованную зону, Аншлюз Австрии, и Судетская область, присоединенная в результате Менхенского сговора. Все это удалось Гитлеру сделать по одной только простой причине. Он понимал, что лидеры Запада не найдут себе мужества противопоставить силу его экспансии. Так он и получился. Обстановка в мире к этому времени накалилась до предела. В Европе уже бушевала война. В Испании с 1936 года вовсю шла гражданская. Между республиканским правительством, которое поддерживал Советский Союз и все левые движения Европы, и генералом Франко, которого поддерживали Германия и негласно Франция и Англия. Страшное и романтичное время. Хемингуэй, Павло Нерода все были на стороне республиканцев. Но они все равно проиграли. В Советском Союзе уже понимали, что мировая война – это неизбежно. И пытались предотвратить или оттянуть ее начало. Этот документ почти в 80 лет хранился под грифом «Секретно» в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Сегодня его можно показать и прочитать. Итак, записка начальника генерального штаба Красной армии маршала Бориса Шапошникова. Написана им за три года до начала Великой Отечественной войны. 24 марта 1938 года. Совершенно секретно. Только лично. Написано в одном экземпляре. Народному комиссару обороны СССР и маршалу Советского Союза Ворошилову. Наиболее вероятные противники. Складывающаяся политическая обстановка в Европе и на Дальнем Востоке, как наиболее вероятных противников СССР, выдвигает фашистский блок Германию, Италию, поддержанных Японией и Польшей. Эти государства ставят своей целью доведение политических отношений с СССР до вооруженного столкновения. Однако в данное время Германия и Италия в Европе еще не обеспечили себе позиции свободных рук против СССР. А Япония ведет напряженную войну с Китаем. Не исключается их прямое участие в войне на стороне фашистского блока, особенно таких стран, как Финляндия и Эстония. Латвия также может быть втянута в конфликт. А Литва будет оккупирована немцами и поляками в первые же дни. Турция и Болгария, сохраняя нейтралитет, не будут стеснять действий морского флота Италии и Германии в Черном море против наших берегов. Ослабление Японии заключается в израсходовании части людских и материальных ресурсов в войне с Китаем и вынужденного оставления части дивизии на занятой территории Китая. А с другой стороны, Япония имеет уже отмобилизованную армию, почти целиком переброшенную на материк. То есть беспрепятственно прошедшую критический период морских перевозок. В случае вооруженного конфликта в Европе между фашистским блоком и СССР Япония будет вынуждена этим блоком к войне с СССР, так как в дальнейшем ее шансы на осуществление захоронческой политики на Дальнем Востоке будут все более и более проблематичны. Таким образом, Советскому Союзу нужно быть готовым к борьбе на два фронта. На Западе против Германии и Польши и частично против Италии с возможным присоединением к ним лимитрофов. И на Востоке против Японии. Записка начальника генерального штаба Красной армии маршала Шапошникова говорит о том, что военно-политическое руководство Советского Союза вполне адекватно понимало и осознавало те угрозы, которые стоят перед страной. Там с точностью до отдельных воинских соединений просчитывается, что, какую угрозу, какие силы потенциальные противники Советского Союза могут выйдут на каких участках фронта. Речь шла и о противниках в Европе, и речь шла о противниках в Азии, имея в виду Японию. В этом смысле попытки представить дело так, что сталинское военно-политическое руководство вообще не понимало, перед уровнем каких угроз находится страна, они абсолютно ничтожны, потому что вот эта вот записка, повторю, написанная в единственном экземпляре для первого лица Советского Союза, ясно показывает, генеральный штаб отдавал отчет в том, где, на каких направлениях, какими силами противник может напасть на Советский Союз. Это значит, что начиная с начала 1938 года как минимум, Советский Союз имел перед собой картину того, как к этим угрозам надо было готовиться. И речь шла лишь о том, насколько хватит времени для того, чтобы подготовиться к этим угрозам, к их отражению, и насколько хватит времени для того, чтобы сосредоточить необходимые для этого ресурсы и людские, и технические, и материальные. Война неумолима. Ее нельзя скрыть никакими покровами. Главная причина состоит в отказе большинства неагрессивных стран. И прежде всего, Англии и Франции от политики коллективной безопасности, от политики коллективного отбора агрессоров. Необходимо, однако, заметить, что большая и опасная политическая игра, начатая сторонниками невмешательства, может окончиться для них серьезным провалом. Эту речь Иосиф Сталин произнес уже после всех событий в Мюнхене. Начиная с начала 30-х годов в Советском Союзе и в странах Западной Европы находились люди, облаченные властью, которые пытались остановить неизбежно. Главная мысль Сталина, которую он озвучил с трибуны съезда, а потом это было на следующий день опубликовано в советских газетах, заключалась в том, что не надо обольщаться. Мировая война уже идет. Она идет пока на отдельных локальных фронтах, она пока не затрагивает так называемые великие державы, она пока не коснулась Советского Союза, но она разворачивается и она будет носить глобальный характер и Советскому Союзу надо к ней готовиться. Собственно говоря, прогноз оказался верным. Прошло несколько лет, мировая война разразилась и только недальновидным политикам тогдашним могло показаться, что какие-то отдельные участки напряженности, которые возникали в Европе и в Азии в первой половине в середине 30-х годов носят случайный характер. Как бы мы не относились к марксистскому анализу, в международной обстановке, тем не менее в тех условиях этот анализ оказался верным. Сразу после Мюнхенского соглашения лидер британской оппозиции будущий премьер военного времени Уинстон Черчилль заявил следующее. Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор. Во Франции министр иностранных дел Луи Барто был готов ради укрепления коллективной безопасности в Европе пойти на союзнические отношения с большевистской Россией. Он считал, что это может сдержать Гитлера, но не сложилось. Вообще, перед началом Второй мировой войны происходило в мире много необъяснимых и мистических событий. До сих пор мы точно не знаем, что случилось в Марселе 9 октября 1934 года. Было ли это заговором тайных сил или просто политическим убийством? Во время проезда по улицам города министра борту югославского короля Александра Карагеоргиевича террорист подскочил к их машине и расстрелял. Убийство такого влиятельного сторонника коллективной безопасности сыграло на руку не только Гитлеру, но и всем врагам Советской России. Они жаждали натравить фашистов на СССР через умиротворение агрессора, отдавая ему государство и территории в Восточной Европе все ближе и ближе к границе Советского Союза. Это была идея фикс западных элит уничтожить руками нацистской Германии Россию. Особо это и не скрывалось. Они понимали это и они сознательно шли на то, что открыта дорога на Восток. Дальше они же потом всегда отказывались гарантировать западные границы прибалтийских стран. То есть путь открыт, понимаете, все, путь открыт. А прибалтийские страны отказывались, будучи прогерманскими и очень полуфашистскими тогда, изгоями тоже в моральном отношении, они тоже отказывались участвовать во всех коалициях, направленных против Германии и сами поплатились за это. Поплатилась прежде всего Польша, раздавленная жерновами истории. Но в СССР в этот период делали все, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу. Советский Союз давал внятные сигналы Праги, если вы нас попросите, вы нас попросите, мы готовы оказать вам всяческую помощь. Но проблема была фундаментальная в том, что не было общей границы на тот момент. Надо было оказывать эту помощь либо через Польшу, либо через Румынию. Ситуация 1938 года и Польша была категорически против того, чтобы пропускать советские войска через свою территорию на помощь Чехословакии. Ведь у поляков, как известно, к чехам были свои территориальные претензии по поводу Тешинской области. Польское правительство сделало заявление, если СССР попытается пройти через территорию Польши на помощь Чехословакии, Польша будет это рассматривать как агрессия, а если появятся советские самолеты, то их будут просто сбивать. В связи с этим СССР обратился к Румынии. В общем-то, король Румынии Карль II, он достаточно негативно относился к Советскому Союзу. Но так как он оказался фактически между трех огней, между Германией, Англией, Францией, Чехословакией и Советским Союзом, он, в общем-то, дал такой уклончивый ответ, очень обтекаемый. Он сказал так, что если советские самолеты полетят на территории Румынии на высоте больше трех километров, то у Румынии нет зенитных орудий, которые смогут их достать. То есть он тем самым дал понять, что воздушное пространство Румынии может быть использован для переброски советских войск. Понимая логику событий, Сталин вместе с Полетбюро еще в мае 1935 года подписали Советско-Чехословакский договор о взаимной помощи. В сентябре 1938-го Прага запросила Москву. Готова ли она в случае германской агрессии выполнить свои союзнические обязательства и добиваться в Лиге наций коллективной защиты страны? На оба этих вопроса Кремль ответил однозначно да. В соответствии с договором между Советским Союзом Чехословакии о взаимной помощи в случае вооруженной агрессии Советский Союз имел все права и возможности для того, чтобы направить свои вооруженные силы на поддержку чехословацкого народа и чехословацкого правительства. Но в договоре было одно очень хитрое условие. Эта помощь оказывалась только в том случае, если Франция соглашалась также выступить на защиту Чехословакии. Франция делала все для того, чтобы этот договор затянуть и сорвать. Существует глобальный исторический штамп, что на то время ослабленная сталинскими репрессиями Красная Армия была обескровлена, что у нее не хватало ни оружия, ни грамотного управления, чтобы выполнить условия договора между правительствами Чехословакии и Советского Союза. Но так ли это было на самом деле? Сухопутные войска Красной Армии в начале 1938 года состояли из 27 управлений стрелковых корпусов и 96 стрелковых дивизий. Включали в себя одну авиационную армию особого назначения, шесть авиадесантных бригад. В Красной Армии насчитывалось 1 582 057 человек. Летом 1938-го в составе Белорусского и Киевского военных округов были созданы управления шести армейских групп, а управления самих этих округов были реорганизованы в особые. Советское правительство проинформировало руководство Чехословакии и Францию о том, что оно готово в ближайшие дни перебросить 300 самолетов для поддержки военно-воздушных сил Чехословакии. Соответственно, также была дана информация о том, какие силы готовы быть направлены Советским Союзом по воздуху через Румынию для того, чтобы усилить именно вооруженные силы Чехословакии. То есть, фактически было сделано то, чего от СССР никто не ожидал. То есть, мы в кратчайшее время, в кратчайшие сроки провели мобилизацию скрытно под видом сборов. Мы комплектовали целый ряд армейских групп мощнейших, подготовили эти армейские группы к переброске. и в первую очередь переброска должна была осуществляться воздушным путем, неназемным, без вторжения на территорию Польши. Но и армия Чехословакии на тот момент была довольно сильная. Она во многом даже превосходила германские вооруженные силы по техническому оснащению. Чехословакия к 29 сентября имела 4 армии, 7 армейских корпусов, 18 пехотных, 1 моторизированную, 6 легких пехотных дивизий, 4 кавалерийские, 4 моторизованные бригады и 4 группы пехоты. Вооруженные силы этой страны в распоряжении которых было 5700 орудий и минометов, 1500 самолетов, 348 танков, 70 танкеток и 75 бронемашин насчитывали почти 2 миллиона человек. На границе было построено 8 крепостей первоклассных, 725 тяжелых дотов и 8000 легких дотов. Можно сказать, что каждый километр германо-чехословакской границы простреливался десятками пулеметов и орудий. Тем более, что чехи и словаки были готовы к борьбе. Все понимали, что речь идет о самом существовании независимости государства. Так на улице Праги выходили женщины с плакатами «Мы дадим вам наших сыновей, только защитите нас». А это дорогого стоит, когда матери посылают на войну добровольно своих детей. Но судьба этой маленькой европейской страны была уже решена. Еще в мае 1938 года Чемберлен заявил, что чехи должны согласиться со всеми немецкими требованиями. В Берлине, в здании главного командования вермахта, совещания проходили чуть ли не каждый день. Гитлер с генералами рисовали направление удара и движения войск. Чехословакию они уже списали со счетов. На тот момент германские вооруженные силы были готовы к броску. Вермахт располагал 51 дивизией и одной кавалерийской бригадой. Да еще летом 1938 года было создано 8 резервных дивизий. Общая мобилизация не проводилась, поскольку для действий против Чехословакии было решено использовать лишь кадровые соединения мирного времени, пополненные резервистами до штатов военного времени под видом учебных сборов. В это время вермахт располагал ограниченными запасами вооружения. Так, на 1 апреля 1938 года в сухопутных войсках Германии насчитывалось всего 15 тысяч орудий и минометов. В танковых войсках 1 октября всего 2600 боевых машин. Люфт Вафа к 26 сентября располагала тремя тысячами самолетов. Но атмосфера накалялась с каждым днем. Почувствовать ее можно даже сейчас по прошествии в 80 лет. Архив советских газет того времени. Вот что писали в мае «Правда» и «Известия 1938-го» во время подписания Мюнхенского соглашения. Лучше репортеров того времени и не расскажешь о том, что происходило в Мюнхене. Итак, обратимся к свидетелям, которые освещали эти события. Чехословацкий народ готов защищать свою родину. По телефону от специального корреспондента «Правды» Михаила Кольцова. Сегодняшний и завтрашний день возможно станут решающими для судьбы чехословацкого народа. Под внешне тихим и строгим обликом столицы кроется огромное народное воодушевление и страстный порыв защитить родину от разгрома, унижения и порабощения. Выступление Чемберлена, которое объясняет, почему Англия поступила именно так в Чехословакии. Вчера английский премьер Чемберлен выступил с речью по радио. Чемберлен заявил, что он сделает в парламенте полное заявление о всех событиях, которые перевели к существующему тревожному положению. Газета от 1 октября «Тревожные дни в Праге». Все, чехи отданы были на растяжание фашистам. Тут же чехословатское правительство приняло решение о Мюнхенской конференции. А это значит, что чехословакии отдались на волю Гитлеру. Это начало конца Чехословакии. Полный текст мюнхенского соглашения здесь изложен. В общем, когда читаешь эти газеты, погружаешься действительно в атмосферу того времени и понимаешь, что мир ожидают грозные события. фактически Мюнхен, мюнхенский сговор стал вратами ада во Вторую мировую войну. Гитлер уверился, что ему теперь все позволено. В конце концов, Советский Союз выбрал защиту своих национальных государственных интересов. В конце концов, не было бы мюнхенского сговора, не было бы советско-германского договора о ненападении. Мюнхен открыл дорогу к войне и к дальнейшей агрессии Гитлера. Я считаю, что банкротство вот именно западноевропейской политики произошло именно в Мюнхене. Вот это именно не просто предательство, это банкротство ее моральных и прочих принципов правовых. Все. Мюнхен означал полный крах всей нарождавшейся еще пока непрочной, но системы по Сверсальской международных отношений в Европе. Это были порушены вся система французских союзов. Лига наций почила в Бозе, Пакт Келла-Габриана, советско-чехословатско-французские договоры, все, все, полностью все было разбито в прах этим Мюнхеном. Соглашение, подписанное в столице Баварии в конце сентября 1938 года, стало самой настоящей точкой невозврата, которая отделила предвоенный период, собственно говоря, от военного периода. Мы считаем датой начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, между тем, все, что должно было случиться для того, чтобы эта война началась, случилось именно в Мюнхене. Именно там западной демократии показали всему миру и в том числе Советскому Союзу, что при определенных условиях они готовы идти на сговор с Гитлером. А это значит, были фактически дезавуированы те принципы, на которых могла сложиться антигитлеровская коалиция. Сложиться не в 1941 году, когда она реально состоялась, а в конце 1930-х годов. Создание антигитлеровской коалиции, включившей в себя и западной демократии, и Советский Союз могло бы остановить Гитлера. Первый камень в крушении этой идеи был заложен именно в Мюнхене. Урок, который из этого стоит извлечь, только один. Конъюнктурные политические решения имеют долгосрочный негативный характер. Сегодня, выиграв малым, страны, которые поступают таким образом, имеют все шансы через какое-то время обрести настоящую проблему, ввергнуть человечество в большую войну, которая неизбежно ударит и по ним самим. Я думаю, что западные демократовцы Англии и Франции уже через полгода после заключения Мюнхенской договоренности это поняли, осознали на себе, и это привело к политическим кризисам в этих странах, которые, в свою очередь, привлекли к власти других политиков, тех людей, которые потом уже в Англии, например, стали лидерами антигитлеровского движения. В это время в Советском Союзе в школу пошли юноши и девушки, которые в 41-м закончат 10-й класс. Выпускной у них будет 22-го июня. Почти все они лягут костьми на полях Великой Отечественной. Об этом они еще не знают. Еще в Ленинграде по этим прекрасным улицам ходят люди, улыбаются, говорят, поют, любят, живут своей жизнью, счастливы и не очень, и они не знают, что уже приговорены к блокаде, голоду и нечеловеческим страданиям. 70 миллионов человек еще живут и радуются жизни, но все они уже приговорены вот этими людьми и их подписями под этим документом. Народы Франции, Британии, которые так хотели мира за счет других, тоже получат свое воздаяние. Бомбардировки Ковентри, Лондона, смерть на улицах Парижа, на полях Франции, концентрационные лагеря смерти, Бухенуальд, Освенцум, Майданок, это все еще впереди. Они об этом тоже не знают. Они ликуют, думают, что получили мир. А на самом деле ворота в ад самой страшной войны в истории человечества уже открыты. И огненными буквами выведена надпись «Эйедам да Зайна», что значит «Каждому свое». Такая надпись была на воротах Бухенуальда, одного из крупнейших концлагерей фашистской Германии. Но темная сила не смогла победить мир. Бог сжалился над нами. И летом 45-го на Красной площади в Москве состоялся парад победителей, полный символов Божьей правды, несмотря на красные звезды и коммунистических вождей на трибуне Мавзолея. Этот полководец носит имя Святого Победоносца Георгия. А вместо пролетарского интернационала над площадью звучит бессмертная музыка Глинки. Славься, русский народ! И, наконец, к подножью кремлевских древних стен воины-победители с презрением бросают гордые знамена нацистов на брусчатку в Красной площади. Победа это мощное, сильное русское слово звучит до сих пор в сердцах нашего народа. Пока мы его не забыли, Мюнхен и война не повторится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok